Российский «Френдли Файер» погиб один из идеологов так называемой «Новороссии». В РФ глобальные проблемы из-за отсутствия деталей к импортным самолетам. Борты не долетают до аэропортов. Тем временем в Курганской области придумали новый способ избежать абортов. А единороссы признали, что Украина серьезный враг. Кажется, года 2-3. Еще, да? Да. Потому что это не быстро, это серьезное сопротивление. Всем привет, меня зовут Ева Николашвили, а это программа «В тренде». Собрала для вас самые актуальные новости из соцсетей. Присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Сегодняшний выпуск так и хочется начать с хороших новостей. Поэтому я себя не буду сдерживать и просто порадуюсь, что у Кобзона пополнилось зрителей на концерте. В фанатский сектор в ад отправился пропагандист, так называемый военкор-моторолог Геннадий Дубовой. Он боевал против Украины с 2014 года. Со временем его назвали одним из идеологов так называемой «Новороссии». Погиб террорист при поистине загадочных обстоятельствах. Его в Донецке сбили на машине. И не кто-нибудь, а сам командир комендантского полка ДНР Вячеслав Сниткин. В телеграме пишут, что последний, виду своей вседозволенности, очень любил ездить на красный и постоянно нарушал правила дорожного движения. Я б его осудила, но здесь узколобость российских командиров мне по душе. И вот таким боевикам КНДР планирует дать свое оружие. О передаче оружия России КНДР поговаривают разные СМИ. Да, и сегодня Ким Чен Ын уже прибыл в РФ с официальным визитом. Песков уже заявил, что для лидера КНДР организуют званый обед. Видимо, более удивлять нечем. Но вот что может предложить Путин Ким Чен Ыну в глобальном аспекте, пока не совсем понятно. Но если КНДР все же решится на военную помощь Кремлю, то в США уже заявили о санкциях для Северной Кореи. Желающих воевать против Украины становится все меньше. В украинском ГУР заявили, что количество россиян, которые хотят сдаться в плен по системе «Хочу жить», возросло на 70% после успешной операции «Синица», когда удалось захватить российский вертолет Ми-8 при сотрудничестве его пилота. Поэтому в РФ думают, как найти больше желающих воевать. И Путин нашел. Решил отправить на фронт пенсионеров. Такая мысль ему закралась еще в июле. Это же гениальный план. Они вряд ли выживут, и пенсии меньше платить нужно будет. А то в РФ более 40 миллионов пенсионеров. На хлебнике только. Но, похоже, пенсионеры этому не слишком обрадовались. Но бункерный дед все же нашел, как их заманить. Указ даже сейчас подписал. Теперь внимание. Военных пенсионеров, которые были мобилизованы или заключили контракт, получат не только зарплату, а и стопроцентную компенсацию военной пенсии. Вот это я понимаю. Забота. Но не только старики идут в бой. Они же не вечны. Поэтому в РФ придумали еще один гениальный план, как повысить рождаемость на болотах. Контрацептивов в РФ после введения санкций осталось немного. А те, что отечественные, лучше обходить стороной. Как итог, российские девушки беременеют. Логично. Но задумываются об абортах. И тут в игру вступает российская власть. Говорят, вот не сделаешь аборт, сможешь учиться бесплатно в колледже. Звучит как бред, но это правда. В Курганской области в рамках борьбы с абортами студента, которые родили во время обучения, будут переводить на бюджет. И это, по словам российских СМИ, официальное положение в документе властей. Ну а чтобы больше надавить на студента, к власти подготовят врачей, которые должны будут убеждать сомневающихся девушек. О молодых отцах также не забыли. Для них в школах и спортивных секциях начнут работать советы отцов. Чем они там будут заниматься, остается только догадываться. Свои мысли пишите в комментариях. А еще не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на наши каналы. Кстати, что касается санкций. Если вы помните, мы не один раз в выпусках говорили о том, что у РФ из-за ограничений будет беда с самолетами. Импортных запчастей же нет, и поэтому на болотах ставили свое, отечественное. Ни разу не хуже европейских деталей. Но как бы не так. И вот первый или не первый инцидент. Российскому самолету пришлось приземлиться в поле из-за отказа гидравлической системы. Благодаря экипажу никто не погиб. Просто была жесткая посадка. Однако тут важно отметить, что это был за самолет. А самолет это украденный. Этот аэрбас принадлежал ирландской компании и был в РФ на условиях лизинга. Однако весной 22-го года, когда подействовали санкции, борт перерегистрировали на собственные уральские авиалинии. Как вы понимаете, запчастей к ним нет. Детали покупают или у так называемых дружественных странах, или берут с другого самолета. И вот, что из этого вышло. Кстати, россияне уже сказали, что попробуют самолет восстановить. Но это оказывается не первый случай. В российских СМИ сообщают, что только вчера у еще одного аэрбаса произошла внештатная ситуация. Борту пришлось вернуться в аэропорт Казани. Пилот после часа полета сообщил о неисправности системы закрылков. Полеты у россиян становятся все интересней и интересней. А вообще, в России все хорошо. Вот только война быстро не закончится. Вы что, какие три дня на взятие Киева? Российская власть так не говорила. Это у нас, у всех память плохая. Оказывается, и Украина серьезный враг. И ситуация не такая уж и радужная у РФ. Даже единороссы перестали это скрывать. Кажется, года два-три. Еще, да? Да. Потому что это не быстро. Это серьезное сопротивление. Враг серьезный. И нельзя недооценивать то, что все-таки фактически сегодня все страны поставляют. Оружие, материалы и так далее. Если честно, то я очень верю в людей. В отношении россиян это прямо мое проклятие. Ведь я все еще ищу здравомыслящих там людей. И вот я увидела это видео и уже была обрадовалась. Я прям вижу, как вы начали надеяться, что в РФ не все так плохо. Что они знают, что их дурачат и хотят что-то с этим сделать. Но нет, это не тот случай. И жду, когда же у вас люди на Майдан соберутся и выйдут. Угу. Ну вот против такой власти. Против вот брата убийственной войны. А когда вы выйдете против Зеленского? Неужели вы вот такие вот, вы говорите, что вы свободолюбивые. Вы такие все такие президентов меняете, как ферст. Как вы допустили развязать вот эту войну? Ну, во-первых, не поверите, мы задаем тот же вопрос вам, россияне. Почему вы до сих пор не на митингах? Правда, уже этот вопрос отпал. Мы поняли, что это как биться головой об стену. Во-вторых, фраза меняете президентов, как перчатки. Ну, вот серьезно? Это называется демократия. Не уверена, правда, что вы знаете такое слово. Ну, и по закону президент не может быть у руля больше двух сроков. У вас, кстати, так же было. Ну, и в-третьих, самое главное. Война началась не полтора года назад, а идет она уже почти 10 лет. И все эти 10 лет Россия не гнушалась использовать запрещенное оружие. Бить по-граждански, обвиняя Украину. А если вы, россияне, все еще верите, что РФ не применяет тот же фосфор, то эти леденящие кадры из Луганской области для вас. Луны. Луны. Субтитры сделал DimaTorzok